Девушки отдыхают 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 эскалацию и смерти. Но премьер-министр Украины говорит, что хоть правительство готово работать с оппозицией, их ультиматумы не конституционны. Все виды антиконституционных действий в столице должны быть прекращены. Сергей Рахуба из действующей в США организации «Русские служения» сказал себе, что антипротестные законы оказывают негативное влияние на церковь. В одном из этих пунктов сказано, что все неправительственные организации, которые получают поддержку из-за рубежа, будут зарегистрированы и помечены как иностранные агенты. Для постсоветского менталитета и общества иностранный агент означает некто чуждый нашим внутренним ценностям. Так что, безусловно, это серьезно повлияет на всю миссионерскую работу в Украине, так как это происходит уже в России. Другие члены Европейского Союза уже осуждают эти законы, а Соединенные Штаты угрожают ввести санкции, если к протестующим применят насилие. Дэйл Хёрд, Новости Сибиэн. Спасибо, Дэйл. Во время этого кризиса церковь не сидит в стороне. Мы поговорили о ситуации в Украине и реакции церкви с Сергеем Тимченко, евангельским церковным лидером из Киева. Сергей, мы видим, как насилие растет с каждым днем. Что сейчас вызывает у вас наибольшее беспокойство? Насилие, которое мы имеем сейчас, все еще находится на той стадии, когда его можно контролировать, если стороны начнут переговоры. И какие-то переговоры уже идут, но многие люди сомневаются, что правительство готово прийти к каким-то положительным итогам. Кроме того, многие люди, и таких становится все больше, обеспокоены тем, что эта ситуация обусловлена не только проблемами между правительством и народом, но и управляется из иностранного государства, собственно, из Кремля. Если это так, то мы увидим на киевских улицах и украинских землях не только украинских милиционеров, но и иностранные войска. Вот что сейчас больше всего беспокоит многих людей. Какую роль играют христиане во время этих беспорядков? Установлены молитвенные пункты, то есть палатки, вмещающие одновременно от 15 до 25 человек. Эти молитвенные палатки заполнены почти всегда, днем и ночью. Не хватает места для всех желающих молиться. Люди приезжают из разных мест разных церквей, иногда из разных городов Украины, и остаются там долгое время, и все вместе молятся. Кроме этого, они приносят еду, готовят горячий чай, печенье, которым угощают не только протестующих, но и солдат, милицию, по ту сторону баррикад, если, конечно, им это удается. Они приносят из церквей новые заветы и раздают бойцам и милиционерам. Сергей, как эта ситуация влияет на церковь? Церковь сейчас разделена. Она разделилась между людьми, которые обвиняют друг друга. Одна сторона говорит, вы недостаточно святы, вы думаете о мирском, об участии в этой политике. А другая сторона говорит, мы должны быть с народом, в этом наше призвание. Поэтому есть некоторое разделение, иногда между людьми в одной церкви или между различными церквями. В то же время проявляется все больше единства. Православная церковь, греко-католическая, а также некоторые другие церкви, между которыми, как правило, не наблюдалось единства, теперь объединились в молитве и чувствуют единение в Божьем призыве быть вместе. Уверяю вас, я никогда не думал, что молитва «Отче наш», молитва, которой нам сказал молиться Иисус, будет произноситься таким количеством людей сотни раз. И в завершение, как наши зрители могут поддержать церковь в Украине? Молитесь, пожалуйста, чтобы церковь была готова к тому, что нас призывает делать Бог. Потому что мы не знаем, что произойдет. Может быть, мы вернемся к очень трудным временам, которые, как мы надеялись, никогда не повторяться в Украине. То, как жестоко власти обращаются с народом, начинает напоминать описание в книгах о сталинских репрессиях в 30-е годы и гитлеровских репрессиях в 40-е. И это только начало. Мы не знаем, что будет дальше. Поэтому, пожалуйста, молитесь о том, чтобы нам оставаться сильными и уповать на нашего Господа, с чем бы не пришлось столкнуться. А также молитесь, пожалуйста, о том, чтобы мы были готовы проявлять милость и любовь ко всем окружающим, независимо от того, на чьей они стороне. Мы благодарим Сергея за это интервью. Еще больше сюжетов о кризисе в Украине и наших интервью с другими евангельскими лидерами оттуда вы можете найти на нашем сайте cwnews.org. А здесь, в Соединенных Штатах, тысячи противников абортов, несмотря на снег и мороз, в 41-й раз провели ежегодный марш за жизнь. Десятки тысяч человек собрались в Вашингтоне в знак протеста против решения Верховного суда по делу Роу против Уэйда, которая узаконила аборты. Пол Стрэнд был там. Противники абортов устроили шествие в сильный мороз. Они знают, что вопрос об абортах вызывает множество споров. Противники убийств убеждают беременных женщин обращаться в Центры защиты жизни для беременных, а не в абортарии. Поэтому абортарии и их союзники пытаются добиться закрытия таких центров. Пегги Хардшон представляет 1800 центров. В Соединенных Штатах закрываются абортарии. На пике их популярности существовало около 1700 абортариев, а сейчас чуть более 500. Но центров для беременных становится все больше, сейчас их около 2000. Тема марша в этом году – борьба за вариант усыновления. Незамужняя, но беременная Уитни Уолл решила составить план по усыновлению и призывает других женщин поступать так же. Помню, как только я решила составить план по усыновлению для моего сына, то стала получать множество анкет от супружеских пар, которые ждут возможности стать родителями. Подумай только, сколько же людей ждут и надеются на то, что такие женщины, как я, примут правильное решение. А споры внутри самого движения вызвал вопрос использования страшных фотографий абортированных младенцев для донесения истины об этих убийствах до общественного сознания. Именно этим занимался во время нынешнего марша в Вашингтоне Марк Харрингтон, выставив такие изображения. «Вся Америка является соучастником абортов. Это нужно увидеть, чтобы понять. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Одним словом этого не передать. Вот чем проблема. Все это пустые разговоры. Но стоит вам увидеть жертв абортов, и вы сразу понимаете несправедливость». Эрик Шайдлер из Лиги противников абортов был в это воскресенье на марше в Чикаго. По его словам, одна из задач убедить людей в том, что каждая человеческая жизнь приносит чистый доход всему миру. Многие считают, что когда на свет появляется новый ребенок, то это дорогое удовольствие, как для родителей, так и для всего общества. Мы же обнаружили, что это вовсе не так. На самом деле, новое исследование показало, что каждый новорожденный приносит национальную экономику в среднем 217 тысяч долларов. Шайдлер отмечает, что по результатам опросов все больше американцев выступает в защиту жизни. Теперь всех этих людей он просит принимать меры. Для нас единственный путь к победе это когда каждый человек, который признает ценность нерожденного ребенка, решит выйти из своей зоны комфорта и станет доносить эти идеи другим людям. Пол Стрэнд, новости CBN, марш за жизнь в Вашингтоне. Спасибо, Пол, за работу на таком холоде. Далее в программе. Этот эксперт по национальной безопасности говорит о гражданской войне в Сирии и о том, как американцы могут помочь ее древней христианской общине. Эта программа подготовлена к показу партнером CBN в странах бывшего Советского Союза Ассоциации Милосердия Эммануил. Более 20 лет мы несем благую весть через средства массовой информации. Оказываем бесплатную медицинскую помощь и служим детям-сиротам. Приглашаем вас поддержать это служение и стать нашим партнером. Позвоните нам по телефону, который вы видите на экране, и сообщите о своем решении. Давайте вместе изменим мир. А сейчас сюжет, который подготовили сотрудники нашего офиса в Восточной Европе. Это трогательная история о тех, кто неравнодушен к чужому горю. Посмотрите. 47 800 гривен, это около 6 тысяч долларов, собрали организаторы проекта «Согрей ребенка» на теплую обувь для детей. 24 января волонтеры проекта вместе с работниками Ассоциации Милосердия Эммануил посетили специализированную школу-интернат в селе Кмытов Житомирской области. Для того, чтобы ноги не мерзли у деток и чтобы они были здоровыми, мы должны их обувать в теплую, хорошую обувь. А вот сейчас зима, снег выпал, они любят побегать. И, ну, конечно, намокает, размокает. А одна пара обуви на сезон, ну, получается, что маловато, рвется. Сегодня, в этот зимний холодный день, благодаря поддержке партнеров проекта «Согрей ребенка», дети из этой школы-интерната получат новую зимнюю теплую обувь. Уже второй год Ассоциация Эммануил проводит акцию «Согрей ребенка». Ее цель – обеспечить детей-сирот и детей из многодетных и малообеспеченных семей теплой обувью. Уже около тысячи детей в прошлом году, и почти 400 в этом получили теплую обувь. Я надеюсь, что эта подошва будет хорошо носиться, детки будут довольны. Это невероятное впечатление видеть, когда ребенок получает зимой теплую обувь, когда он выбегает на улицу, и мы знаем, что он не будет болеть, он сможет ходить в школу. Организация Эммануил нам всегда старается помогать в том, в чем мы нуждаемся. Два раза в неделю на постоянной основе интернат посещают волонтеры миссии и проводят с ними развивающие уроки. Вместе поют, танцуют, изучают компьютер. Таким детям нелегко адаптироваться к внешнему миру. Для этого разработаны уроки самостоятельности, построенные на библейских принципах. Девку, Девку! От имени нашей организации, от этих детей, которые получали сегодня обувь, хочу сказать спасибо огромное каждому, кто пожертвовал свои финансы, кто присоединился к этой акции. 100 гривен или 12 долларов стоит одна пара теплой обуви. Для ребенка это теплые и сухие ноги. Для нас возможность на деле проявить милосердие. Мы приглашаем каждого, кто видит этот сюжет, присоединиться к акции «Согре ребенка». Продолжается зима, и многие дети из малообеспеченных семей, из школ-интернатов, они нуждаются в теплой обуви. Присоединяйтесь, и пусть Бог благословит вас. Какие удивительные вещи происходят, когда люди объединяются для оказания помощи тем, кто в ней остро нуждается. Вы тоже можете стать партнером дел «Милосердие Сибиэн Ассоциации Эммануил». Напишите или позвоните нам. Наши контакты на экране. Присоединяйтесь. Когда я вырасту, я хочу стать учительницей. Я буду путешествовать по миру. Когда-нибудь я стану президентом. Когда-нибудь я стану хорошим папой. Моя мечта – иметь семью. Каждый ребенок мечтает о своем будущем. У детей-сирот гораздо меньше шансов воплотить свои мечты в реальность. Позвоните нам, чтобы узнать, как помочь оставленным детям. Эммануил. Давайте сделаем детские мечты реальностью. Вы смотрите «Мировые христианские новости». Поступила новая информация о пасторе Саиде Абедини, находящемся в иранской тюрьме. Как сообщает Американский Центр Закона и Правосудия, пастор был переведен в камеру для политических заключенных. Его также осмотрел тюремный врач, что тоже хорошая новость. А родственники пастора Саиды говорят, что его стали лучше кормить. Но даже после этого перевода пастор, арестованный за свою веру, остается в самой смертоносной тюрьме Ирана, и растут опасения по поводу ухудшения его здоровья. А ЦЗП призывает правительство США поставить освобождение пастора Саида в ряд главных приоритетов. А мы хотели бы знать, что вы, наши зрители, думаете о ситуации с Саидом Абедини. Считаете ли вы, что правительство США должно делать больше в его интересах? Если да, то что именно? Свой ответ вы можете оставить на нашей странице в сети Facebook. CWN Facebook. Спасибо. На этой неделе дипломаты со всего мира встретились в Швейцарии, пытаясь найти решение проблемы гражданской войны в Сирии, однако достигли лишь незначительного прогресса. По словам одного бывшего американского чиновника, эти мирные переговоры едва ли принесут кому-либо облегчение, особенно христианской общине страны. Элиот Абрамс работал с президентом Рейганом и первым президентом Бушем. Как он сказал международному корреспонденту Сибиен Герри Лейну, христианам Сирии было бы лучше вовсе покинуть страну. На самом деле, сирийские христиане страдают так же, как и иракские. Их община в настоящее время уничтожается. Число беженцев постоянно растет. Они не видят никакого будущего в Сирии. Конечно же, они очень боятся группировок джихадистов, действующих сейчас в стране. Да, и некоторые повстанческие группировки пытались заключить мир с христианской общиной. Но другие нет. Я думаю, будь вы отцом христианином в Сирии, который смотрит на своих детей и думает об их будущем, то вы бы захотели их вывезти оттуда. И не только ради их безопасности, но также их будущего. Думаю, вы бы говорили, поедем в Европу, поедем в Америку. И так, я считаю, что это еще одна христианская община на Ближнем Востоке, которой будет очень трудно восстановиться. Чем мы можем помочь? Что мы можем сделать? Я все так же думаю, что мы должны поддерживать повстанцев, которые не связаны с Аль-Каидой и не являются сторонниками джихада. Честно говоря, я думаю, и я утверждал это летом 2013 года, давая показания в Конгрессе, что мы должны быть готовы наносить воздушные удары по сирийским правительственным силам, по силам Асада, чтобы, например, сбивать его вертолеты. Я не говорю о наземных войсках. Я говорю о крылатых ракетах и тому подобном, что президент, видимо, и планировал делать летом прошлого года, но затем отказался. Сегодня в мировых христианских новостях. Многим из нас не раз приходилось отворачиваться от них, потому что они плохо одеты, слишком испачканы, счастливы. Они могут заработать только на сборе урожая, рубке леса и плетении веников. Это труд тяжелый и малооплачиваемый. Пособие на детей становится для них единственным способом заработать. На детские деньги они отдают долги, строят дома и покупают мебель. Как выжить завтра, они не знают. И в завершение сегодняшней программы. Израильские археологи обнаружили церковь византийской эпохи, которой более полутора тысячи лет. Эта находка была сделана при начале строительства нового микрорайона, рассказывает Крис Митчелл. Церковь описывает, как крупную базилику длиной около 20 метров, а шириной 12. Она служила в качестве регионального центра христианских богослужений. В этом регионе мы провели ряд раскопок византийской эпохи, но нигде не находили ни одной церкви. И вот, похоже, мы нашли первую церковь, которая, возможно, была церковью всего региона. Наверное, сюда приходили помолиться люди из окрестных деревень. Эта церковь шестого века расположена между израильскими городами Акшелон и Иерусалим. Это место было частью крупного и важного поселения в регионе. По словам архитекторов, артефакты, найденные на месте раскопок, указывают на то, что это была высокоразвитая культура и процветающая община. Найденный здесь мозаичный пол они описывают как великолепный. На нем выложены виноградные лозы, из которых образуются медальоны с изображением животных, надписями и христианскими символами. Мы обнаружили христограмму, то есть монограмму имени Иисуса. И она довольно необычна. Она очень большая, ее держат птицы с гирляндой из цветов. Мозаика будет удалена с этого места, тщательно отреставрирована, а затем выставлена на всеобщее обозрение. Остальная часть территории будет закрыта. Так часто поступает Управление древности Израиля, чтобы сохранить объекты для будущих поколений. Крис Митчелл, Новости Сибиен, Иерусалим. Восхитительно. Большое спасибо за этот рассказ, Крис. И на этом наша программа завершается. Благодарим вас за внимание. Я прощаюсь с вами до следующей недели от имени всех нас в Мировых Христианских Новостях. Будьте благословенны. Выпуск подготовлен к показу Ассоциации Эммануил. Больше вы можете посмотреть на сайте в видео.эммануил.тв